Омские пенсионеры живут благополучно. К такому выводу по результатам исследований пришел Центр изучения пенсионной реформы. Специалисты оценивали средний размер пенсии, средние расходы на услуги ЖКХ, стоимость продуктовой корзины и траты на лекарства в каждом конкретном регионе. Благополучие определяли по сумме, которая остается у пожилых после необходимых трак. Так у омских пенсионеров от 10 тысяч остается 3,5. С таким показателем Омская область среди 52 регионов-миллионников заняла седьмое место в рейтинге. А лучше всех, согласно исследованию, пенсионеры живут в Иркутской области. Совпадают ли результаты рейтинга с действительностью? На эти вопросы ответят те, кого признали благополучными. У меня муж военнослужащий, пенсионер. За мной мой более-менее. А, наверное, простым пенсионером не очень. Пока еще, слава богу, работающий пенсионер. А если не работать, очень сложно выживать сейчас пенсионеру, на мой взгляд. Пенсии у нас, так скажем, невелики в основной своей массе, поэтому, конечно, тяжело. Если не работаешь, то на пенсию не прибудешь? Я на пенсию шла 3 года, но я работаю 2 года, чтобы приходить все работать. А почему? Потому что не хватает пенсии. Не хватает пенсии. А не хватает на что? На продукты. Уже вещи себе ничего не покупаем. Так вот, подарили родители, сейчас себе подарок сделают за пушки. Сказать, что хорошо живут, нельзя так вот сказать. Вообще, не в одном городе, который в России все плохо. Хорошо живут пенсионеры, вот я, например, знаю, на завтра. Там хорошо живут пенсионеры. Я жила в Владимире, там посмотрела, там ездят иностранцы. А у нас все время приезжали вот эти иностранцы, старушки, старички. За 80-е они все ездят, путешествуют, у них есть на эту возможность. Ну, вот, а мы так, вот что делаем. Как оцениваете материал жить пенсионерам? Плохо. Очень плохо. Конечно, пенсионерам очень тяжело. Это сейчас простому народу, каждому, по-моему, тяжело. Ну, пенсионерам, мне кажется, самое тяжелое. У меня дети садятся.